Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И по сути дела вся земельная реформа, которая началась в 1991 году, которая длится уже более 25 лет, это переход из земель государственной собственности в частную собственность. Для чего это делается? Для того, что идея была какая у государства, что появится собственник земли, который будет рационально использовать земельные участки. Эта идея была максималистов. Почему на сегодняшний день прошло 26 лет, а мы еще ничего не сделали? В определенные моменты у нас не было финансовых возможностей, после этого не было технических возможностей, а теперь нет политического решения окончить земельную реформу или приблизить ее максимально к финишу. Это не значит, что все земли надо передать в частную собственность, но большее из их частей должно перейти в частную собственность. Поэтому на сегодняшний день пока уже есть техническая база, но пока нет политической воли, земельная реформа у нас движется. Она идет, она не стоит на месте, она идет шаг за шагом, но шаги такие маленькие, мышиные. И пора бы это прекратить уже, поставить жирную точку и сказать, мы приняли решение в 1991 году, и нам надо поставить точку и закончить это мероприятие. Ваша позиция? Актуальность земельной реформы в Украине и в каком виде она должна проходить? Ну, моя позиция в основном, я согласен с моим коллегой. Единственное, что я считаю, что в данный момент, именно в данный момент то, что происходит у нас в Украине, к сожалению, нужно было этим заниматься немножко раньше, до событий 2014 года, поскольку был мораторий и не хотели заниматься, или там кто-то был по другому поводу не готов, для того, чтобы не поняли, кому эта земля должна достаться, то, в принципе, право собственности у людей частично уже есть. Раздали, значит, сертификаты на землю, получили акты на землю. Теперь этим правом собственности люди должны распоряжаться. Но сегодня у нас есть люди, у которых есть право собственности на землю, мы говорим о частной земле, которая уже в частной собственности. Про государство я скажу отдельно. Сегодня есть часть людей, у которых земля, к сожалению, ничего сегодня не стоит, потому что она находится на территории Луганской Донецкой области, или при граничных там территориях, возле оккупированных зон, так скажем. Сегодня есть земля, которая находится в Крыму. Если Крым это Украина, граждане Украины тоже должны распоряжаться этой землей. Сегодня просто сказать, давайте сейчас все, ставим точку и разрешаем продать. Кто хочет граждан Украины, продавайте свободную землю. Кто-то это может сделать, кто-то не может это сделать. Я вижу путь, как из этой ситуации тоже сегодня можно разрешить это делать, и как из этого выходить. То есть, тот закон, который предлагался, были проекты закона, сколько в частную, собственную, сколько только физли, сам граждан Украины, и граждан Украины, это все нужно понимать во втором, так сказать, этапе. Первый этап нужно понять, кто сегодня, поскольку есть неравные права у людей, владельцев земли, кому сегодня эту землю продавать. Да, вот кому я, имея земельный пай, скажем, в Попасной, да, или там Волчевский, или еще где-то, кому я сегодня могу продать эту землю. И если сделать, просто открыть рынок и сказать, а все, кто попал, можете покупать, продавать, все, мы открываем, снимаем мораторий, то сегодня получится, что земля окажется перераспределенной у каких-то, даже если это будет физлицей, даже если это будет по 200 гектар, это будут люди не совсем, которые хотят заниматься на этой земле, именно выращивания и получать продуктивную психозпродукцию и так далее, и тому подобное. То есть, задача, мне кажется, на сегодняшний день, первая, поскольку у нас такая ситуация на Украине, у нас есть оккупированная территория, у нас есть ситуация с Крымом, сегодня просто вот так открыть рынок земли, мне кажется, невозможно. Что можно сделать? Можно, да, второй этап, какой я вижу. Как мы это себе видим, мы это обсуждаем. Я являюсь, с 96-го года я работаю, так сказать, выращиваю и перерабатываю всю госпродукцию. Были разные периоды, было, когда было трудно, когда у нас было и заморозки, и засухи. И мы все это проходили, мы понимаем свои силы, мы не набираемся, как не имея, скажем так, тех оборотных средств, как холдинги набираются, привлекали деньги. В 2007 году был бум, когда все привлекали на варшавских, на лондонских площадках, у нас создались холдинги. Конечно же, холдинги – это путь в никуда, потому что холдинги, собирая большие объемы земли и уменьшая количество работающих на земле, используя, правильно, это все продуктивно. Для выращивания продукции растеневозства общей, конечно же, нужны большие массивы, нужна работа, широкозахватная техника, это эффективно, это все понимают. Но сельхозтерритории, на которых это все происходит, инфраструктура села, она вся нарушается, и люди разъезжаются, не остается людей, которые там могли жить и работать. А Украина – это все-таки аграрная страна, и люди сегодня переезжают в города, дальше они переезжают за границу, у нас население Украины будет уменьшаться. Поэтому, имея такой ресурс, как землю, нужно развивать сельхозтерриторию. И земельная реформа должна идти в этом направлении. То есть мы должны думать о том, что мы должны, открывая рынок земли, в первую очередь создавать рабочие места именно на сельхозтерриториях и развивать их. Поэтому, что я предлагаю? Я предлагаю на первом этапе, если даже и открывать рынок земли, у нас есть порядка 10 миллионов гектар, это государственные земли. Эти земли можно открыть в рынок, но открыть их нужно каким образом? Не продавать, а объявить конкурс на право аренды. Потому что то, что говорят, что только частным лицам, это тоже неправильно. Это, наоборот, отодвинет нас на шаг назад, потому что уже сегодня есть хорошие юридические лица, хорошие предприятия, имеющие хорошие показатели. Мы научились выращивать урожаи. У нас в Харьковской области масса примеров, когда люди получают урожаи на уровне холдингов тех же самых, а то и намного лучше, потому что у холдингов тоже не на все хватает рук. Они работают как наездники, поработали, собрали, уехали. Тут ситуация такая, что есть хороший пример, когда средние предприятия от 2 тысяч до 3-4 тысяч гектар земли, когда есть там один хозяин или группа физических лиц, хозяева, они работают продуктивно, получают хорошее урожае, они занимаются животноводством. И если будет вот так вот раздадут землю, там говорили, по 200 гектар, не больше 200 гектар в одни руки, да, то, конечно, кто-то скупит. В основном это будут какие-то попытки рейдерских захватов как раз в те крепкие предприятия среднего бизнеса, которые сегодня продуктивно работают на этой земле. Будут покупать у них на полях кусочки земли, делать им шахматку, чтобы они не могли продуктивно работать. И заниматься животноводством, когда у тебя нет массива земли, и ты должен, где карматы выращиваешь, где травы и так далее, мне кажется, тоже очень тяжело. Поэтому продавать землю однозначно в итоге мы должны понимать, что нужно будет юридическим лицам. Это будут предприятия, которые будут иметь от 2 тысяч гектар земли до 4, но чтобы не было таких вот монополизаций, где-то нужно ограничить объем в одни руки, сколько не только юридическим лицам, граждане Украины, владельцы, либо предприятия, которые тоже, конечно, бенефициары, граждане Украины. И тогда, в принципе, граждане Украины, проживающие на территории Украины, а еще лучше, когда они проживают в этой местности, в которой есть эта земля, тогда будет продуктивно у нас работать сельское хозяйство. Государственную землю открыть, я считаю, можно на первом этапе, пока у нас ситуация неравная в разных территориях Украины. То есть пока только начать с государственной земли, и на эти деньги, которые будут получать государства от продажи государственной земли, именно эти деньги нужно использовать для того, чтобы покупать у людей, у физлиц, которые находятся на тех территориях, где земля сегодня стоит ничего. И тогда будет равная цена земли. Это будет в Луганске. Я бабушка, я же, да, я понимаю, что я, может, не дождусь никогда этот мораторий снимать. Я хочу сегодня продать эту землю, и мне нужно сегодня получить за нее хотя бы адекватную цену. Кто мне за нее даст? Вот для этого и нужно будет регулятивная политика государства. Будет создать земельный банк, который будет продавать государственную землю на аукционных условиях, там, где она кому-то интересна. Но опять же, продажи только после пятилетнего, сдача сначала в аренду, получение денег за пятилетнюю аренду. Если эффективно работает предприятие, которое взяло в аренду, он имеет первоочередное право на покупку этого земельного участка. Продавать юридическим лицам наравне с физическими лицами, чтобы не было только физическим лицам. Юридическое лицо хочет работать на этой земле. Государственная. У нас есть много государственной земли, которая сегодня работает там, Министерство обороны, Министерство агрополитики, Академии наук и так далее. Есть продуктивные предприятия, есть непродуктивные, на которых работают. Есть институты у нас, сельхозинституты, на которых работают непонятно кто на этой земле и как они работают. Поэтому, если мы начнем первый этап, государственная земля, 5 лет аренды после этого права выкупа, эти деньги, которые получаем от права аренды, может быть, пускать выкуп у частных лиц, через государство выкупают, и также точно, пока эти земли ничего не стоят, они не стоят, это риск, это государственный риск, но в принципе, когда-нибудь это все закончится, мы все в это верим, и в принципе земля будет стоить то, что она должна стоить. И тогда она будет продаваться уже частным лицам по нормальным ценам, потому что сегодня земля просто недооценена, вот именно в этой ситуации. До 2013 года, да, можно было подойти раньше к этому процессу продажи земли, и, наверное, надо было раньше к этому подходить. Делали кадастры, делали еще что-то, координаты не совпадали, и на сегодняшний день очень много моментов, когда два рядом пайщика, и у одного на другого находят земля, и координаты находят границы, и они не спорят, потому что все это вместе сдается в аренду какому-то юрлицу, он работает, там дорог нету, подъездов нету, куча проблем. Если сегодня, вот так просто, давайте откроем рынок, ну давайте откроем, завтра у нас будут маленькие войны на территории вот этих вот полей, где будут пайщики, владельцы земли с собой спорить, подъездов нету, работать на этой земле очень тяжело. Если кто-то купит себе 200 гектар земли и хочет на ней работать, он не будет работать на ней просто. Дальше, опасность. В сегодняшний момент земля стоит в Украине вот эти 20 миллионов гектар, которые теоретически люди захотят продать сегодня, если откроют рынок, это будет порядка 20 миллиардов долларов. Это совсем маленькие деньги. И если завтра захотят экономическую безопасность, кто-то, кто-то хочет посягнуть на экономическую безопасность Украины, 20 миллиардов долларов это небольшие деньги, чтобы вложить и один год вообще ничего не посеять. И завтра мы будем покупать за границей хлеб в итоге. И если бы у нас не хотели работать на земле, да, можно было бы сказать, да давайте ее продавать, уже давайте людям откроем рынок. Есть часть пенсионеров, которые хотят сегодня продать, потому что они понимают, что сегодня дочке нужно купить квартиру, может быть, а может быть что-то еще, обучение оплатить или так далее. Поэтому я считаю, что сегодня вот таких вот людей, которые хотят продать, как раз государство должно выполнить эту функцию. И откуда оно возьмет деньги? Именно от продажи государственной земли. Ваши комментарии. Ну, комментарии, ну, я выскажу свою точку зрения. У меня есть мама, которая работала на заводе Хартрон. Ей были положены акции завода, так как она была работник завода, и многим работникам завода были положены паучеры, которые они меняли потом на акции. Часть людей продали эти акции. Кто бы обменял на бутылку водки. На писагрию платили. А мама до сих пор получает дивиденды. Это ее личный выбор. А теперь вернемся к вопросу наших сельских жителей. Вот три века назад у нас было крепостное право. Сельский житель не имел права не быть собственником земли, не уходить с этой земли. В Советском Союзе у нас была паспортная система до 1974 года, когда я родился, когда сельский житель не имел права без справки сельсовета уехать в город. И, соответственно, он был ограничен в правах как гражданин. Пускай СССР. На сегодняшний день у меня есть товарищ Андрей Мартын. Он назвал мораторий это крепостное право на сегодняшний день, сегодняшнего дня. То есть, когда человек имеет право собственности, а ему запрещают его продавать, это на самом деле безобразие. Вот с моей точки зрения. Что касается, если я сделал несколько таких дататок. Ситуация на сегодняшний день, как сказал мой коллега, земля недооценена. Дооценить землю сможет только рынок. На сегодняшний день существует такое постановление Кабинета министров, которое было принято месяц назад. Стратегия удосконавления механизма управления в сфере выкористания от охороны сельскохоспотребских земель. Там есть очень интересные фразы. На самом деле, очень интересное постановление. Так вот, в этом постановлении прямо написано черным по белому, что в США собственник земли, сдавая его в аренду, получает 10% от стоимости земли. А в Канаде он получает на оплату аренды вытрачается 40-45% вид выращенного урожаю. А во Франции 1 треть урожая. И вот тут возникает вопрос. Может быть, мы все-таки продолжим это крепостное право? Не даем возможности сформировать рынку, и рынок разовьется. Что касается, что скупят землю, на самом деле, этот вопрос обсуждается уже, ну, по крайней мере, сколько я занимаюсь землей, столько этот вопрос обсуждается. По 200 гектар найдите то количество людей, управляемых, ни китайцев, ни японцев, или там не Соединенных Штатов, который будет собственником этой земли, и который все скупит и начнет управлять. Это если все продадут. Вот я постоянно общаюсь с сельскими жителями, и готовы продать землю на сегодняшний день 10% людей. 10%. То есть на сегодняшний день мы что делаем? Мы 10% ограничиваем их неконституционное право на продажу земли. То есть если 90% земли не будет продано, и через какой-то год-два они увидят рост земли, рост стоимости земли, то они дальше еще подождут, и они будут сами лично принимать решение. А что касается, продадут там за бутылку водки, то на сегодняшний день и сейчас это происходит. Это сейчас происходит, можно, то есть, ну, есть примеры, когда человек, ну, просто вот он выбрал свою судьбу, и не надо за него принимать решение. Самое страшное, что когда идет обсуждение, в основном-то спрашивают не у 7 миллионов граждан, которые имеют ПАИ, а обсуждают это политические деятели, жители городов, мы не продадим нэнку землю. Подождите, нэнку землю. Она в собственности у конкретных людях. Что касается, вот была такая фраза, начнутся войны. В Германии, и, кстати, мы ничего же не придумаем, мы берем их незаконы, редактируем и делаем, как бы, свои проекты. Вот, в Германии есть такой закон про консолидацию земель. И проект закона у нас подготовлен еще лет 5 назад в Держкамземе, мы его обсуждали, еще Держземагентство было, мы его обсуждали, и он достаточно был, ну, я считаю, нормальным. Ключевой момент состоит в том, что это обязательное, то есть шахматка, если создается, то принудительное вынесение части участков на край поля, чтобы не было проблемы разным собственникам друг у друга обрабатывать землю. Причем это должно регулировать государство, чтобы не было вот этой проблематики. И этот проект консолидации, он лежит, он лежит мертвым грузом. Почему? Потому что он никому не нужен, пока не будет рынка земли. И никто не будет рассматривать проект закона о консолидации земли, пока не будет рынка земли. На самом деле все эти механизмы продуманы. Европа эта прошла до нас уже давным-давно. Нам надо просто сесть на их немодный велосипед, изобретенный там в Германии, в Финляндии, и просто ехать. Но для этого должна быть в первую очередь политическая воля. А если взять нашу Верховную Раду, которая должна снимать мораторий с земли, то выглядит следующим образом. Кто может быть за? Ну, не знаю. Кто-то по личному наитию. А кто может быть против? Депутаты, которых спонсируют агрохолдинги, которым это невыгодно. И депутаты, для которых гасло «Не продадим ныньку землю» является последним гаслом, за которое они держатся. Вот и получается, что одни минусы. Поэтому Верховная Рада без проблем продолжает. Даже уже президент принял решение. Даже уже правительство приняло решение. Давайте все-таки закончим это. Мракобесие, может быть. Снимем это крепостное право. Но Верховная Рада не готова. Почему? Потому что на сегодняшний день Верховной Раде главное популизм. Для того, чтобы не сделать что-то для народа, а их дальше избрали. Вот в этом у нас основная проблема. Что касается земель зоны АТО, ну на самом деле в этом есть какая-то струйка, то есть позиция. Но я могу сказать, что у нас есть еще земли, например, Чернобыльской зоны. И они никогда не станут лучше. Но их не распаевывали. Нет, но они не распаевывали. Но я утрированно сказал, да. А земли в АТО распаеваны, земли в Крыму распаеваны. То есть нельзя из-за 10% земель ограничивать 90% людей. Ну вот с моей точки зрения всегда найдется целесообразность. Мы же умные люди, мы всегда найдем целесообразность. Почему так не делать? Но в данном случае мне кажется, что только рынок может определить стоимость земли. Вот я приведу пример. Не буду называть ни предприятия, ни сельсовет. Но и таких примеров масса. Когда монополист в сельсовете платил за аренду земли, он даже 1000 гривен не платил. Он давал зерно, приедьте, возьмите. А, там что у нас еще есть? Заедьте, заберите. Вот это давал. Или мешок с сахаром, мешок пшеницы для корма. Абсолютно верно. Подарок на Новый год. И тут год назад на эту территорию заходит предприятие, которое говорит, мы платим 100 долларов за гектар аренды. И вот этот монополист тут же поднял стоимость аренды. Вот это вопрос рыночной цены. Когда будет рыночная цена, когда будет конкуренция, соответственно, кто выиграет в этой ситуации? Я думаю, что наш крестьянин, он выиграет в этой ситуации. Поэтому, с моей точки зрения, мораторий, он не просто перезрел. Его надо просто принять решение и снять. Что касается ограничений, которые были предусмотрены, 200 гектар за оборону продажи земель юридическим лицам, потому что у юридических лиц можно перепокупать права. То есть юридическое лицо можно потом купить. А контролировать, допустим, на территории Украины 42 миллиона гектар сельского земли. Даже если разбить по 200 гектар, невозможно контролировать такое количество людей для монополизации. При том, что готовы продать только 10% людей. Поэтому, с моей точки зрения, мораторий необходимо снимать. И только рынок определит стоимость земли. И рынок определит арендную плату. Что нашему крестьянину нужно? Нашему крестьянину нужно, чтобы он получал не 1000 гривен, а хотя бы 2,5, хотя бы 3. При пае 5 гектар в среднем. Это дополнительное 1000-1500 гривен в месяц он будет получать или к пенсии, или к какому-нибудь своему подсобному хозяйству. Ставка депозита, банк. Сегодня арендная плата, мы знаем по нашим хозяйствам, ставка, мы поднимаем стоимость арендной платы сегодня, исходя из того, сколько сегодня продается. Сегодня же земля не продается, но продается право аренды. Люди подписывают на 49 лет договора. Есть такая схема, скрытая, так сказать, продажа земли. То есть, это спекуляция на рынке. Люди подписывают договора, получают вперед деньги себе за определенный срок, и фактически, ну, сегодня усредненная стоимость, сегодня порядка 20-25 тысяч гривен за гектар. Сегодня такая стоимость именно земли сельхозтоварообранительства. Вот. И поэтому, как бы, каждый понимает, ему сегодня выгодно получить за гектар свои 25 тысяч, или получить сегодня за гектар, скажем, там, 3000 гривен. Вот арендная плата. Сегодня уже арендная плата была 2,5, вы говорили 100 долларов. Уже сегодня, в этом году, 3000 гривен. Некоторые есть, там, где большая конкуренция, там, где все-таки более-менее люди вышли с какими-то массивами. Люди объединяются в селах, делают, чтобы на одном поле это было, и предлагают в рынок. Есть уже такие варианты, когда приходят из других регионов арендаторы. Но все равно я за то, чтобы на отдельной территории были какие-то отдельные предприятия, отдельные массивы, и чтобы это не было дробления по 200 гектар или по 100 гектар. Я думала, тут у вас, Игорь, и у вас, Роман, ключевая фраза, это государство должно четко и жестко регулировать. Нет, даже не то, что регулировать. Государство должно стать участником рынка, и более того, если реформу сейчас эту мораторию снять, то первым должно выступить продавцом государства и на земле государства. Да, бабушки тоже должны продать, но они должны продать государству эту землю. Ну, то есть он и продавец, и покупатель должен. Да, да, чтобы государство было продавцом-покупателем, чтобы не было спекуляций на первом этапе, и посмотреть. Я говорю, пять лет – это небольшой срок для страны. Я просто хочу сказать про Германию. Я в 2001 году был в Германии именно с поездкой, мы ездили, покупали семена сахарной свеклы. И вот я вам скажу честно, восточная Германия, они не раздали землю по 40, по 20 гектар. У них были совхозы, они эти совхозы на первом этапе, они их сохранили. Людям дали, начистили землю, но массивами сдали в аренду эти совхозы бывшие, сдали в аренду мощным западно-германским, скажем так, холдингом. Зюйцукар взял себе одно, второе хозяйство, стал заниматься выращиванием свеклы, потому что рядом у него завод есть, и вокруг завода, и были совхозы, которые занимались выращиванием этой свеклы. Вот Зюйцукар взял этот в Лейпциге завод, и вокруг были хозяйства, там занимались выращиванием и свеклы, и других культур, по себе в обороту. Но принципиально, и я вам скажу честно, мы были в Западной Германии, там на заводе Кроны, и там общались с местными фермерами. И когда фермер говорит, вот у меня там есть комбайн, но я, говорит, работаю у себя на своих несчастных 60 гектарах, а мы смотрим это все, говорю, ну, один стоит, а у меня 3000 гектар, он на него так посмотрел, как на какого-то, ну, короля, короля. 2001 год, только пошло реформирование, у нас только вместо колхозов-совхозов стали создаваться, у нас еще не было ни Холдива, ну, был колхоз, было у него 3000 гектар. Вот сделал он ЧСП, и стал раз сразу и владельцем стал, еще и долгие старые по зарплате не погасли. Вот такое было на первом этапе у нас, когда реформирование пошло. Сделал он себе предприятие, стал властником предприятия, начал искать деньги, привлекать деньги, в основном это были коммерческие деньги, банки не кредитовали, колхозы. Потихоньку, потихоньку, и к 2007 году, к 2006 году уже техника появилась, уже хорошая техника появилась, и люди начали разрастаться, кто-то, наоборот, уменьшаться. Но в Восточной Германии, когда мы говорим, фермер говорит, у меня 60 гектар, у меня, говорит, комбайн. Мне, говорит, абсолютно невыгодно, если я этот комбайн купил и только у себя работаю. Вот у нас тут уже как бы МТС, мы посмотрели на Восточную Германию, Восточная Германия уже была в составе западной, мы говорим, ну, посмотри, как у них это организовано. И мы понимаем, что да, то, что там они другую технологию обработки земли взяли у себя, но вот эта широкозахватная техника появилась, ну, вся вот эта с навигацией, все остальное, появилась только тогда, когда пошли массивы земли. На небольших участках земли никто бы не стал развивать. И сейчас немцы, они честно говорят, они говорят, нам интересно, чтобы вы с мелкими фермерских хозяйствами объединились, чтобы вы могли серьезную технику покупать на свои объединения, на кооперативы. Потому что мы выпускаем хорошую технику, мы заинтересованы продавать технику, а ничего, что вы сельхозпродукцию все квоты будете получать и везти к нам. Потому что наши фермера, которые выпускают, маленькие предприятия должны заниматься высокомаржинальной продукцией, овощами, там, какими-то специальными, вот. А заниматься сельхозпродукцией пшеницы, кукурузы, подсолнечник, там, соя. Конечно же, нужны большие массивы, нужны объединения. И, в принципе, вот я же говорю, почему я против этой продажи не больше 200 гектар? Потому что принципиально это будет шаг назад. Ну, вся Украина не сможет заниматься овощами. Понятно, и буквально минута в ваше мнение. Ну, на самом деле, у нас уже сделано это. То есть, в отличие от ГДР, у нас раздробили участки по там, по паямам, это 5 или 4, там, или с... Это уже сделано, это уже частная собственность. И с этой ситуацией нам как-то надо выходить. Что касается подождать 5 лет... Ну, права аренды, чтобы посмотреть эффективность. Опять же, кто будет смотреть? Тут тоже комиссионный вопрос. Кто будет смотреть, эффективно или неэффективно? Ну, сельхозтерриторию мы развиваем. У нас есть громады, да, которые понимают, кто у них работает на территории. Так вот, что касается подождать 5 лет, каждый год или каждые 2 года мы продлеваем моратории, мы все время смотрим, а сельский житель пайщик, не наследник, а пайщик, это человек, которому 65-70 лет. В результате мы можем себе позволить посмотреть, так как мы еще молодые, у них уже нет на это время. Поэтому надо все-таки пойти навстречу рынку земли. Спасибо. Я благодарю вас за интересное мнение. Не будем делать... Тот закон, который хотели принимать, он был вообще недоработан. Ну, я думаю, что и вы, и одна страна, и те, кто за, и те, кто против, они понимают, что она нужна, но чуть-чуть в другом формате. Мы хотим, чтобы это было, но чтобы это было правильно, потому что то, что было предложено, это вообще был путь никуда. Я напомню нашим зрителям, что сегодня в этой студии мы обсуждали земельную реформу в Украине, в частности, вопрос продажи или не продажи украинской земли. С нами был Роман Леонов, председатель Союза землеустроителей Харьковщины, и Игорь Батштейн, соучредитель Харьков Агрофуд Кластера, директор ООО «Паритет Агро». Еще раз благодарю за участие в программе, вас за внимание, всего доброго, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова